И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серёга, мы продолжаем играть в фарминг-симулятор 19 Наконец-то добрался и решил записывать, но тем не менее, я ещё болею И с голосом некоторая беда, поэтому, ребята, кого прям сильно так волнует, что вот Автор говорит неправильно, те, соответственно, сразу же не смотрят Просто весть из полей Весть из полей с наших И дело в том, что мне уже нет возможности продолжать дальше играть Я пока болел, я лежал здесь, лежал, спал и, в общем, периодически поигрывал Но на текущую секунду закончилось всё тем, что заняться мне больше нечем здесь Нечем заняться, почему? Потому что надо дальше продолжать А продолжать хотелось бы именно... Давай, наверное, прочее... Давай вот так, например Чтобы было видно Значит, чего я делал? Я занимался тем, что я улучшал нашу территорию Теперь территория выглядит вот таким вот образом И поставил для силоса, траву сюда складываю Немножко подровнял территорию, немножко всё переделал И надо дальше уже продолжать, надо дальше смотреть, развиваться и всё такое прочее У нас теперь... Что мы имеем? Имеем мы овечью ферму Ферму овец Большая, большой курятник Маленький загон для лошадей И поставил я ещё свинарник сюда в лес Почему? Потому что если покупать коровник А коровник я не смогу купить Потому что он прям вообще огромный То есть, если вот это стоит свинарник, он большой То коровник, наверное, вот такого размера Он прям вообще гигантский Он просто гигантский Куда его ставить? Я, честно говоря, не знаю Тут у меня получилась такая штука Что поле моё, оно такое вот Получилось с таким вот подъёмом И здесь обрабатывать не очень удобно Если сильно широкий инструмент То здесь, на этом бугре Начинает техника переваливаться И, в общем, всё не очень классно И наверняка уже ребята заметили Что, смотри, поля все засажены стали Я здесь тоже засадил Но вот эти поля, смотри, тоже растут Не знаю почему, но похоже Похоже на то, что Похоже на то, что, смотри, все контракты появились Всё появилось обратно Похоже на то, что одним из патчей Сделали, починили этот момент И, в принципе, раздуплило всё это хозяйство И теперь можно спокойно выполнять контракты И всё такое прочее Но Поехали, разговаривать больше не Ну, как разговаривать, мы продолжим Но Надо разговаривать И параллельно дела всякие делать Смотри, что я хотел показать Подожди, как тут камеру Как вам такая загрузка? Это я шерсть грузил Здесь в самом конце уже Решил навес не делать Одну поставил И вот там ещё Ещё есть шерсть, которую тоже можно грузить На текущую секунду У меня по животным 119 овец Они потихонечку размножаются Даже очивку дали за 30 штук приплода овец Там за каждый есть, по-моему, за куриц За коров, за свиней И Также есть лошадки, которые я купил Они пока что на 64% Ну, то есть ещё 4 дня надо Чтобы их полностью прокачать Тут вот соломы, кстати, надо добавить Ну, сейчас приедем Всё будем делать Потихонечку Вот, то есть сегодня такая серия Оно как бы Своебразные такие Весится с полей Но нам надо ещё взять Вот это навесное оборудование Чтобы Впихивать Шерсть в точку продажи Потому что реально очень много Да, потихоньку, потихоньку Оп Я думаю, что Следующая серия Не знаю, когда выйдет Но Сами слышите С голосом беда И это всё не очень классно Но опять же Почему записываю именно Почему записываю больным Потому что Сегодня нам нужно сделать Всякие разные вещи Нам нужно купить, например, куриц Например У меня там, кстати, поле Которое вот Я показывал Моё поле, которое Оно Как раз таки Засажено пшеницей Это нужно будет нам Для того, чтобы Куриц наших кормить Изначально, понятно Мы купим корма Для куриц Засыпем И в принципе Без проблем Там пару тонн корма Купим им И пускай они растут Ну и надо будет опять Залазить в кредит У меня на текущую секунду На текущую секунду После всех манипуляций Которые здесь происходили Вот я здесь вообще ничего не делал У нас тут амортизация недвижимости Технику один раз починил Что я еще делал? А, покупал я Это, по-моему, я То ли сейлку, то ли что я купил Уже не помню Один раз починился Один раз заправился В принципе никаких затрат И проценты по кредиту Нам щелкают тоже каждый день Итого затраты Вот у нас по 2000 Здесь я не помню Что я тут Экспериментировал Я тут денег Какое-то количество снял Пока пытался Прицелиться Пока Ночь наступила И с меня За всю сумму Щелкнули Ну, короче, не важно Поехали Продаем шерсть Она у нас нынче По хорошей цене Заходит Я почему и поехал Потому что В предельне По 706 монет Оно росло И вот сейчас Значок вот такой Зелененький исчез И по 706 монет В принципе Такую цену Я еще не видел Вот Поэтому мы сейчас Шерсть продадим Ну, господи Там получится На 1020 Но Все ровно Все ровно Очень даже не дурно Здесь по встречке Всегда катаюсь Давай По встречке Здесь катаюсь Продадим шерсть И потом Займемся курицами Надо будет Сено закинуть Для Наших Не сено А соломы Закинуть Для наших Коней И В принципе Все Так, денег у нас Денег у нас Уплатить 2300 Поехали А нам в принципе Сейчас напишут Там же в статистике Будет Насколько мы запродали Пошла продажа Пошла продажа Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали... Не знаю, пролезем мы здесь или нет... Так, нам... Нам куда-то туда надо... Немножко срежем путь... Прям совсем незаметно... Раз... И проскочили... Так, стоп... Нам что еще нужно сделать? Нам нужно взять и купить... Большие мешки... Овес... Свиньи... Пшеница... Пшеница... Давай, наверное, купим... Одну... И купим вторую... Чикенфит... Так же можно сразу же взять нам... Ага... Можно, конечно, уплатить еще... С учетом того, что там 5000 закинул... Здесь 20 и еще остается там 200 тысяч кредита... Но это такое... 200 тысяч кредита... Но, опять же, лошадки подрастут сейчас... Продадим... Ну, через 4 дня имеется в виду... И будет все классно... Так... Что мы делаем? Мы делаем вот так... Ну, чтобы не мешалось... Тут у меня еще семена стоят... Ровненько... 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 Ровненько и рядышком... Поехали... Самое главное не уронить... Чтобы потом не бегать по полям... Не искать это все... Погнали... Нормальный такой прицеп... Пытался расковырять... Моды эти все... И... Сделать себе что-то типа автоподбора... Но... Что-то понял, что... Механику полностью все поменяли... Ну, именно логику... И... Просто так... Эть... Просто так автоподбор сейчас... Не сделать... Дофига там что надо поменять будет... И это займет немало времени... Вот в чем проблема... И поэтому плюнул... Пока что... Думаю, потом как-нибудь займусь... Так, это отцепляем... Дальше... Корм для куриц... Куда его загружать? Здесь поилка... Корм для куриц наверняка... Ну, куда-то сюда... Давай пока что скинем вот это все дело... Отцепись... Так, нормально... Нормально... Поехали... Вот это, кстати... Два транспортера, которые я здесь поставил... Но это такая вообще фигня... Она прям... Она прям вообще это... Читерная вещь... Мало того, что она как бы... Выполняет свое предназначение... Транспортер собирает с этой площадки все... И выгружает... Вот здесь на землю я поставил... А второй транспортер должен, по идее... Загружать с этой кучи... В кормушку... Он загружает... Это не проблема... Но... Разница между тем, что появляется из кормушки... И тем, что надо... Догружать вот сюда... С учетом того, что овцы жрут... Каждый день... Овцы плодятся каждый день... И... Вот то, что выпадает мусор из кормушки... Он загружается сюда... И он еще остается... Фантастика, да? Но тем не менее... Это факт... Вот... Поэтому... У тех же самых животных... У овец... У них всегда... Частота... Сейчас... Ну... 99-100%... Производительность... Понятно... И трава сена... Всегда на полную заполнена... При включенных... Вот таких вот транспортерах... То есть... Пополнять вообще ничего не надо... Прикинь... Та еще тема, да? Поехали... Немножко сена закинем... Соломы... Соломы нашим лошадкам... У нас есть вот такая штука... Замечательная... Ну вот это навесное оборудование... Я специально желтого цвета купил... А вот эта штука продавалась... Она продавалась... И у нее в комплекте сразу же идет... Вот такие вот вилы... Для тюков как раз... Вот такие вот образы... И... Что дальше? Подожди... Вот... А что ты не хочешь? Почему ты не хочешь? Вот... Ага... Отлично... Засыпаем... И наши... Соломка начала прибывать... Хорошо... Сейчас мы здесь это все пополним... И поедем... Купим наверное... Не овечек... Хотел сказать... Мы купим наверное... Птицу какую-нибудь... Курей немножко понакупаем... Интересно... На полную... Хватит? Нет... У нас 4 тонны... 4 куба... Сам тюк... И сколько-то было... Не знаю... Овса... Уже маловато... Сена... Ну сена без проблем... Можно закинуть... Овес... Делал такое... Ой... Специально здесь оставил... Так... Давай посмотрим... Что нам надо... Что нам надо... Там у меня еще... Тюки... Вот такие вот... Стоят... Здесь запас... Сена... Что-то я еще хотел... Немножко... Подтормаживаем... Так... Нам нужно... С птицей разобраться... Вот... Курица... А транспортировать ее... Транспортировать ее... Транспортировать ее... Это возит только лошадей... Это возит... Овец... Свиней... Коров... Овцы... Свиньи... Коровы... Овцы... Свиньи... Коровы... А что их никто не возит... Забавно... 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 А на чем мне... Петухов этих возить... Пожди... Курица... По 50 рублей курицы... О... Петух есть... Ну-ка давай... Переместить... Из меня 15 рублей берут за доставку петуха... Интересно... Давай одного... Хо-хо... Вот он наш герой... Наяривает... Так... Ладно... Я хочу проверить еще вот такую штуку... Поехали тогда свой прицеп возьмем... Может быть не указывается... Может быть не указывается... У меня какая численность может быть... В этом курятнике... Эмм... Подожди... Как это делается... Загон для скота... Вот у меня по-моему вот такой вот... За 40 тысяч... 400... 400 куриц может быть... 400 умножаем на 15... Ну так-то в принципе... В принципе не стоит оно того... Но и я просто хочу проверить... Вроде как бы понятно что не указывается... Ну как-то же можно возить этих петухов куриц... Нет? Поехали... Поехали прокатимся... Именно попробуем... Воронье тут... Прокатимся и проверим... Как оно будет работать... Можно ли будет загрузить... Куриц и петухов в наш прицеп... Потому что между прицепами разниц нету... Там один есть который... Для лошадей только... Ну посмотрим сейчас... Ну в прицепе дырок же вроде нету больших... Можно вот так накрыть... Его... И прям туда накидать... Куриц... И пускай они там тусят, да? И тем самым перевести... Хотя не знаю... Опять же... Как транспортируют... Курицу вообще... Ну в жизни... Ну вот так вот массово... Что руками перегружают... Или как их делают... А здесь я вообще не вижу их... Понятно... Ну ладно... Вопрос снимается... Вопрос снимается... Поэтому поехали... Ну и продавать излишки тогда... Они же тоже плодятся... Курицы... Излишки тогда продавать... Именно... Просто подошел... И продаешь... Без проблем... То есть... Ничего никуда возить не надо... Знак стоп... Даже налево не посмотрел... А что там машин-то нету даже... Куда-то весь трафик подевался... Надо еще вот это будет загрузить... Может быть и свозить продать... Хотя... Пока копится прицеп полностью опять пока забивается... Наверняка уже будет... Новая хорошая цена... Поэтому... Нафиг не буду торопиться... Все... Стой здесь... Экс... Ну и все в принципе тогда мы... Сейчас куриц... Попробуем... Поразводить... Ну что... Ну давайте еще... Четыре петушка... Чтоб их пять было... И курица... Белая... Ммм... Подтвердить... Ну... Это мне каждый раз надо тыкать, да? Так... Насколько денег... По 50 рублей, да? Если на пять тысяч... То это будет... Сто... Я правильно понимаю? Давай... Я бы хотел штук 300 купить... А у меня денег нету... Чё, хватило? Пожди... Пять петухов... Мне вообще ничего не написали... Мне просто сказали, что... Что выли отсюда... Итого... 210 тысяч... Опять кредита будет... 15 тысяч... У нас есть... Давай... Поехали... Если 10... Это 500 монет... Если 100... То это... Пять тысяч... Итого... Надо на 15 тысяч... Нам... Закупиться... Ну... Хотя бы штук 300, да? Купить... И дальше будет видно... Ну... Можно... 350, например... Ну... Вот... Как-то на 15 тысяч... Четыре пятьсот... За доставку... Не учел... Пришлось еще пятачок взять... Долг... Подтвердить... О... Да... О... Да... Отлично... Курицы гуляют... Это хорошо... Так... Смотрим дальше... По животных... Петух... Производительность... 20%... Курица... Производительность... 20%... Пшеница... Ячмень... То есть... Там... Например... Совместить... Там... Овес какой-нибудь... Им уже не катит... Либо пшеница... Либо... Ячмень... А... И все... Собственно... Да... Воды... А что вам... Воды не надо... И... Чистота... У них есть... То есть... Придется тоже... Чистоту поддерживать... Ну... Давай... Загрузим... Куда вам закидывать... Куда вам закидывать... Получается... По сути тогда... Вот это кормушка... Одну тонну... Пшеницы... Сейчас засыпем... Тогда... Посмотрим... Сколько это будет... В общем... Объеме... Нифига себе... Здесь... Сколько тонн... Сколько кубов... Надо пшеницы... Засыпать... Чтобы вам было норм... Ну... Яйца... Вроде как бы... Руками... Можно перевозить... Переносить... А вот такой вопрос... Если овцы жжут траву... И выкидывают ее из кормушки... Ну... Типа считается... Грязная... То... Что будут курицы... Выкидывать из кормушки? Ну... Ладно... С этими тоже разобрались... Да? И... Наверное... Пока я 4 дня выращиваю... Наверное... Имеет смысл... Может быть... Еще за... Свиньями сгонять... Ну... Раз пошла такая пьянка... Поехали... За свиньями сгоняем... Это сейчас скинем... Навесочку... Ну... Свиньи точно... Будем покупать... Вот именно прицепом... Только их по-моему немного влазит... Свиней... Сколько в этот прицеп... Свиноты влезет... Давай посмотрим... Прицепы... Гужевой транспорт... У меня вот такой прицепчик... Влазит... Девять свиней... Ну... Поехали... Поехали... Прокатимся... Прикупим себе немножко свиноты... Тоже запустим... Пускай пока хрюкают... Хотя бы по чуть-чуть будет разводиться... Они там жрут... По-моему все что угодно... Но... У меня ничего такого нету... Чем... Чем бы их накормить... Просто сейчас... Довольно много контрактов... Появилось... Ну... Которые собственно... Все поля не заняты... И... Дело в том что... При уборке урожая... Бывает остается что-то... И вот эти излишки... Можно не продавать... Например... А просто закидывать... К тем же самым свиньям... И пускай они... Точат... Но что-то опять же... Надо специально выращивать... Для того чтобы... Кормить наших свиней... Розовая свинья... Черно-белая... Черная... Ну давай... А у меня денег нет... Давай по деньгам... По полторы тысячи... А мне всего 9 надо... То есть это... 15 тысяч... Достаточно будет... Розовая... Ну давай... Черных закупим... Черных закупим... 4... 5... Хм... 6... 7... 8... 9... Ну вот так вот... Отлично... Посмотрим... Что они жрут... Закинем и все это дело... Ну в смысле... Жратоньки закидывать нечего... Можно... Сгонять и купить им корма... Тоже... Ну для старта... Скажем так... Потому что... Ребята мне тут написали в комментариях... Как правильно... По халяве на технике прокатываться... То есть... Брать контракт на уборку... И дают... Например... Комбайн... Вот мне потребуется комбайн для уборки вот этого поля... У меня здесь пшеничка когда вырастет... Так вот... Дают комбайн с жаткой... И на своем поле нельзя использовать комбайн с жаткой... То есть жатку принципиально нельзя использовать... То есть то оборудование которое обрабатывает... И можно просто взять жатку в аренду... Взять комбайн который дают по контракту... К нему прицепить арендованную жатку... И уже... Такой сцепкой убирать... Секунду... Все... Голос мой кончается... Так... Где их разгружать? Поехали... Ой... Свиньи... Запускаем... Отлично... После посмотрим... Вот они... Хрюшки наши... Толстожопые... Фига они здесь с отрядами ходят, да? Что-то чавкают... Ну ладно... Это дело такое... Так... Что мы делаем? Что мы делаем? Я потом может быть еще сгоняю... Несколько раз докуплю... Ооо... Смотри тут прям движуха пошла такая, да? 305 куриц мы купили... И 9 свиней... Корм... Картофель... Свекла... Соевые бобы... Канола... Подсолнухи... Пшеница... Вот можно будет пшеницей им засыпать... Ааа... Нифига себе... Смотри... Им то есть надо вообще все... Если мы будем кормить их просто кукурузой... То это будет 50% эффективности... Если пшенички и ячменя насыпем... Это будет 75... Ну плюс 25, да? Картофель... Свекла всего лишь 5% эффективности даст... Соевые бобы... Канола... Подсолнухи... Эффективность 20%... Нифига... Для них надо специально выращивать еще кучу культур... Серьезно... Да это такая... Дичь вообще... Еще им нужна... Вода и солома... Но это в принципе мы можем как бы обеспечить... Вода и солома... Поехали... У меня вода по моему есть... Ехать никуда за ней не придется... Надо просто... Зацепить... Здесь специально оставил такое широкое пространство... Потому что в дальнейшем у нас появятся большие трактора... У нас появятся большие комбайны с огромными жатками... И вот эта территория пригодится... Плюсом надо посередине... Как правило... Вот здесь вот оставил специальное место... Чтоб можно было вот такого плана прицепы... Посередине парковать... Технику какую-то такую транспортную... Чтоб вот... Стоит здесь прицеп... И удобненько... Можно прям раз-раз-раз-раз перекидывать... Очень даже не дурно это все так... И поэтому... Вроде как бы большая территория... Но я думаю что в дальнейшем она... Оправдает сама себя... То есть в принципе под все мои движения уже... Ну движения с техникой... Уже есть... Полностью... Территория как бы... Площадка... И поэтому никаких проблем не должно тут возникнуть... Так... Петуха моим... Надо попить что-нибудь... Они только жрут... Пить они не пьют... Странно... Как они без воды живут... Странная фигня... Так... Где у вас кормушка? Где у вас поилка? Вот это поилка? Или это кормушка? Нет... Это кормушка... Вот это поилка... Да... Вот это поилка... Вот это поилка... Так... Сливаем им воду... И все... А... Ну правильно... У нас же... Господи... У нас... Воды 900 литров... По 100 литров... 100 литров воды на одну свинью... И... Кормушка заполняется из расчета на 10 дней... То есть 10 литров в день свинья выпивает... Ммм... Интересно... Так... Это оставляем пока... Потому что я еще привезу свиней... Еще привезу свиней и надо будет им... Оп... Оп... Алло... Сюда же солому... Остатки... Остатки скинем... И... Привезем еще... Здесь траву скашиваю... Периодически... Узнали... А что просто так... Обязательно надо... Просто так... Например... Взять ее... Найте вам... Нет? Не катит? Ладно... Окей... Тише... Тише... Ну вот... Будет соломка у них... А где она появляется? А вон... По центру появляется вина... По центру свинарника вон... Насыпалось... Отлично... Так... Здесь мы тоже разобрались... И вон там по всей видимости жидкий навоз будет появляться... Давай посмотрим... До приплода... Воспроизводство... Навоз... 0%... Ага... Еще и твердый навоз... Правильно... Правильно... Там потому что есть специальная такая... Штука интересная... Здесь будет у нас жидкий навоз... А вот здесь будет твердый навоз... Ну просто навоз... Здесь у нас травы миллион... Я уже здесь... Раза четыре или пять ли... Траву срезал... И потом мы возьмем и... Раз... И одновременно все это соберем... Ну чтобы 20 раз одну и ту же работу не делать... Я поэтому просто прокатился... Просто срезал траву... И все... Так... Ну ладно... Девять свиней есть... Лошадки... Выгуленные... Давай посмотрим... Курица... Производительность 100%... Все... До приплода... Петухи не размножаются... А нужны ли мне петухи? Вот в чем вопрос... Кто-нибудь если знает... Напишите... Не... Понятно что... Они как бы... Нужны там... В курятнике... Для спортивной формы... Курицам... Чтобы бегали побыстрее... Смотри... Каждые 4 часа... Будет новая курица... Яйца 0 литров... Овцы... У меня на текущую секунду... 119 овец... Каждые 8 часов... 15 минут... Ну... У меня появляется... Новая овца... Тоже размножаются... Чем дальше... Тем быстрее... Лошадки выгулены... Все хорошо... Так что... Вот такие дела... Но с лошадками... Да... Такой своеобразный... Узаконенный чик... Потому что... Блин... Прямо вообще просто... Минимальные затраты... И куча денег... Можно поставить мод... Который следит за этими лошадьми... Ну... Это вообще трындец... Там по моему... По 300 рублей... Снимается за лошадь... Каждый день... И они всегда 100%... Ну... Стопроцентного выгула... В 11 вечера... Они становятся стопроцентного выгула... Как бы... Вот такие дела... Ну-ка... Дайте... Оп... Вот они наши... Хрюшки... Хрюшки... Надо как-то... Скриншот на память... Свинота... Голову подними... Ну... Или можешь не поднимать... Вот так вот... Все... На привьюшечку... Картинку... Будет сделать... Вот такие дела... Теперь у нас есть курятник... Теперь у нас есть овцы... Теперь у нас есть лошади... Теперь у нас есть свинья... Осталось дело за малым... Поставить курять... Ой... Курятник-коровник... Ну... Коровник это вообще нереально здоровый... Можно конечно маленький поставить... Но... Дело такое... Поэтому... Вот как-то так... Я между серией... Пока опять... Буду тут... Чаек с малинкой пить... Буду... Фигню всякой страдать... Загружать... Вот эти вот палеты надо будет закинуть... Надо будет дождаться... Когда у нас появится, давай скорость увеличим, надо будет дождаться, когда у нас появятся коробки с яйцами, например, коробки с яйцами, яйца 0 литров, до приплода полчаса, каждый час, каждый час появляются 300 куриц, петухи не плодятся. Может быть их продать или без петухов, вон смотри, уже курица одна появилась, смотри, 1 литр яиц, вот коробки, вот такая маленькая, или еще появится как бы дополнительно, но смысл в том, что я удивлен, что они с краешку так появились. Мне вообще эта система не очень нравится, вот допустим шерсть сейчас вырабатывается очень хорошо, но посадочных места под палеты всего 4, и поэтому у меня когда прицеп заполнился, я просто вот этой вот штукой, я просто сдвигал вот сюда вот в сторону, но это не вариант мне кажется, вот прям вообще не вариант. Они кстати тоже это, они прям зерно раскидывают. Слушай, так я сейчас поставлю эти, как они, вон, вот эти штуки, конвейеры, и они мне по сути, если они траву поддерживают, ну в таком состоянии, да, в постоянно наполненном, то если я поставлю сюда читерские транспортеры, то они мне тонну 800, нифига 200 килограмм уже склевали, 200 литров, то они мне в принципе накидают сюда, и будет все хорошо. Сюда вот надо два транспортера поставить, даже. Классно, классно. Так, что с яйцами? Такие маленькие коробочки будут, да? 19 литров всего. Ну, курица будет появляться каждый час новая. Обалдеть. И это у нас на секундочку так-то 300, 303 курицы уже. Обалдеть, да? Уже 3 курицы появилось, нарожалось. Ну, понятно, я скорость как бы включил. Вот, увеличим. Давай смотреть. 15 минут, 303 курицы, 304. Обалдеть, яйца 27 литров. Ну, вот эти коробки, их можно будет руками грузить во всякие разные там... Все, уже вечереет, скорость убавил. Можно будет их грузить во всякие разные прицепчики, пикапчики и возить. Можно просто на прицеп накидать, например. Ну, как вариант. Если будет много слишком коробок этих. Как-то так. Где наши свиньи? 20% производительности. До приплода 77 часов. Обалдеть. Ну, уже чуть-чуть навоза, чуть-чуть жидкого навоза сделали. Солома, вода, чистота. И эти тоже свиньи разбрасывают. То есть, мне надо еще 2-4 транспортера. Надо будет тоже купить. И поставить их 2 сюда. Это же кормушка у них, да? 2 сюда и 2 для этих. А ну, кыш, кыш, кыш. Они исчезают или в небеса вылетают? Всегда интересовало. Просто разлетаются по сторонам. Прикольно. Ну, ладно, ребят. Все, на этом буду заканчивать. У нас такая сводка с полей закончилась. Поэтому, когда следующее видео выйдет, не знаю. Но я пока буду заниматься выращиванием вот этих вот товарищей. А уже когда здоровье поправлю, тогда уже будем с вами чем-нибудь другим заниматься. Развитием нашего хозяйства. Такие дела. Все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok